здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы будем говорить о молодежном движении но конечно же многие из наших телезрителей помнят еще пионерское движение комсомольское движение вот скаутское движение и вообще о том что не у нас была придумана идея чтобы значит молодежь как-то чем-то заинтересовать и создать такое движение потом долгое время после распада советского союза у нас не было ничего подобного и вот прошло определенное количество лет и все-таки пришли и были какие-то попытки и были даже молодежной организации целы но вот такого движения в пионерском его понимание как советское время его не было давно но вот есть ощущение что такая необходимость появилась и стали появляться движения их несколько но обо всем мы будем говорить сегодня с участниками и прежде всего координаторами российского движения детей и молодежи движение первых в люберцах представляю вам главного специалиста по организации работы этого движения елизавету васильеву и специалиста по организации работы антона ване его здрасте здравствуйте вы в движении первых судя по значкам уже вступили в как прошлом году получается это было ли в этом ну я вступила совершенно недавно то есть вы и сразу их как и сразу главное то есть так себя проявила антона вы я тоже относительно недавно буквально пару месяцев сразу вопрос задам пока такой ну тренировочный ведь молодежь это всегда немножко неформально это же всегда вот там что-то говорят взрослые какие-то проблемы решают новости какие-то нам чего нам поразвлечься по и знаю там поиграть в игру какую-нибудь с друзьями повстречаться зачем вам это движение нам мы в первую очередь представляем обратную сторону мы наоборот говорим о том что у нас есть всем развлекаться с чем играть с общей интереса да у ребят есть масса активности в которых они могут принимать части которых они хотят принимать часть потому что сейчас мы видим уже большой отклик ребята срыв заявки на разные мероприятия и безусловно у них принимать часть и получается так да антон что многие просто если будут независимы таскать где-то они просто будут не знать что есть возможность там-то поучаствовать там-то то есть вы еще подсказываете где это можно сделать но мы как муниципальные координаторы осуществляем работу в первую очередь первичными отделениями именно с кураторами учителями мы ездим по школам рассказываем ученикам агитаторы да 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 агитируем о том что вот у нас есть вот такое прекрасное движение движение первых вот вы являетесь значит представителями всероссийского общества да то есть выйдет этому обучались как-то какие-то проходили курсы или как или вы вступили в организацию видели что вы ребята активно и вам сказали вперед по школам думаю сколько корректно ответить на этот вопрос нас мы пришли с разных направлений направлений да я работал до этого в школе это работала тим-лидером различных командный лидер да вот как раз работал на юнармии им тем лидером а что является соответственно соучредителем движения первых и меня позвали предложили сказал да давай освоить новое здорово правильно поэтому то есть какой-то опыт был не просто человек с улицы пришел то есть я значит энергетика динамика как полу а вы ну я до движения тоже занимался общественной волонтерской деятельностью я состоял в молодежном парламенте при совет депутатов вот так же уже такой опытный можно сказать молодой чиновник да 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 также около полугода работал в управлении проводится молодежью осуществлен координировал работу волонтерского корпуса на территории не просто работала я так вижу по глазам что нравилось работать естественно потому что ведь что важно в таких движениях очень не хочется заорганизованности об этом кстати самых высоких трибун говорилось например есть такое понятие что вожатское движение до который там вот в моем вузе в котором я преподаю там очень тоже к этому относятся потому что важно не только что рассказывать детям а кто рассказывает детям то есть это очень важно когда за плечами людей есть какой-то опыт ну давайте поговорим о движении первых я помню как долго выбирали название было несколько вариантов но мы сейчас не об этом как вы как движение сегодня уже меняете или собираетесь менять жизнь вообще вот нашего подмосковного региона ну вообще мы движение нас молодое мы только набираем обороты входим в эту колею конечно много сложностей много трудностей мы все знают еще его наверно да и уже по лизируем не полюбились мы работаем над этим вот много направлений в которых ребята могут себя попробовать поэтому и потому что каждый найдет себя и в чем изменение даст то есть у нас есть различные направления волонтерство спорт медиа можно выбрать конечно нас 12 направлений у ребят есть всегда возможность выбора что мне кажется очень важно и правильно в данном случае соответственно каждый выбирает для себя ту веху в котором хотел развиваться и уже непосредственно менять нас есть я знаю экологические отряды нашему инспалитете есть волонтерские отряды то есть они утверждены наверху дайте направление вы же не можете сами они были согласованы также вот где название согласовали на первом съезде в артеке там же были утверждены 12 направлений в артеке были нет к сожалению не на втором съезде да 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 поедем хорошо антон скажите вот опять же здесь как бы надо совмещать и умение организовывать и умение агитировать и умение показать что да это не просто там но обязаловка такая что надо всех загнать там со школ движения а именно нужно показать что это движением вам парни и девчонки да может помочь как-то но у себя раскрыть чтобы вы кстати тоже такой еще важный момент что родители там учатся куда устроить на какую секцию так далее а здесь еще как бы уже сам выбирает вот по тебе даем возможность до долго приходится агитировать как вы разговариваете или просто проводите лекции какие-то выступления но в первую очередь хочется подчеркнуть то что у нас движение сугубо добровольное то есть мы в приказном порядке не можем никого собрать да да вот и действительно мы ходим по школам рассказываем о движении но как говорится мало слов надо показывать свою работу показывать те возможности на те возможности которые мы даем детям это действительно большой спектр работы которые но не работы развития для ребенка мы можем предложить ему в рамках движения ну да чтобы не стать вторым учителем который пришел заменить который пока на перерыве нам рассказывают что-то вот важно все равно вопрос я немножечко за него мы о школах говорим потому что детей да и молодежи то есть это как бы такой поле молодежь нас до 30 лет теперь до 35 даже ли да и то есть я практически совсем недавно перестал быть молодым вот и естественно что база школ существует вы ходите по школам и как эта работа выстроена и сколько вообще людей участвуют в этом от вы каждого посылаете в школу или пришли один раз поговорили потом второй раз как какая схема в том числе ходим школы в школы сами приходим рассказываем о том как это важно как это нужно но и у нас конечно дистанционный контакт со всеми кураторами первичных отделений выстроен к слову первичных отделениях у нас почти 30 первичных отделений открыто в люберецком до городском округе и сейчас нас открылась новая школа на ее базе тоже сейчас отрабатываем будем как раз в пятницу же открывать и у ребят появится возможность также вот в их школе прикрепиться первичному отделению все дойдут с удовольствием с энтузиазмом некоторые там кричат давайте мы поможем очень так с энтузиазмом уйдут там чего возможности а может быть там баллы какие-то дают для поступления нет пока нет пока не описать если там еще тоже будет вообще будет то есть и не надо будет агитировать вы сказали 30 отделений антон скажите ну вы уже люди с опытом где вы набираете так быстро 30 отделений там что в одном отделении один человек или нет 30 отделений то есть первичное отделение открывается на базе в первую очередь образовательного учреждения то есть у нас есть ну либо школа либо дополнительное образование нет мы пока работаем только со школами с учреждениями дополнительного образования мы также работаем но пока у нас до разрастется но уж там назад основная ставка пока что только на школы так да вот у нас на территории городского округа люберцы есть 30 школ и в каждой школе мы открыли по первичке вот эта фраза добровольно звучит сейчас довольно странно что в сразу все 30 школ согласились я вас не провоцирую но я щас объясню свою позицию понятно что это было обсуждалось на самом высоком уровне я думаю что и многие родители и бабушки вспоминая свои пионерские комсомольские годы они конечно этому рады потому что выстраивается какая-то программа другое дело что если действительно программа хорошо проработана и вот то что вы говорите эти активности которые там присутствуют и легко вы согласны ваша школа согласна до согласно раз и мы начали работать то есть не нужно ходить что-то придумать а вот мы в нашей школе то будем делать а мы то правильно то есть вы ищите активистов если вы согласны и вперед они начинают работать верно да сколько в первичке должно быть людей чтобы она уже была первичкой но для начала для того чтобы открыть первичное отделение нужно собрать инициативную группу из трех человек это два ребенка и обязательно один куратор первичного отделения это взрослый взрослый то есть либо это учитель либо наставник как у нас в движении называют значимых родителей то есть это родители которые хотят участвовать в деятельности движения хотят помогать не только своему ребенку но и движение в целом вот ну вот мы немножко позже поговорим о кураторстве да все-таки главная миссия то есть что вот самое главное что в этом в основе этого движения лежит потому что опять же многие начали путать это с некой диалоги вот а ну не прочитав не документацию да не какие-то там программные документы главная миссия что вот на на выходе у этого человека будет главная миссия именно движение это воспитание воспитание человека за вас к его скажем так старое воспитание человека человеком про воспитание человека человеком в первую очередь для каждого ребенка движение первых подмосковье это его путь от мечты к лидерству у нас в движении очень много миссий очень много значимых ценностей основные из них это в первую очередь патриотизм это добро справедливость и самое на мой взгляд важное в наше неспокойное время это любовь к отечеству вот ну и завершая первую часть нашего разговора давайте мы как раз назовем уже эти активности вы сказали их 12 до или сколько 12 12 вот давайте прямо назовем чтобы понимали куда можно пристроить своего ребенка и получить вот такой замечательный красивый значок вы не переживайте ничего страшного это ж у нас такой разговор спокойно так а направление 12 как мы уже говорили все это патриотизм это труд это культура это волонтерство это медиа это туризм это наука это образование мне кажется я уже сбилась со счета это волонтерство это дипломатия спорт здоровый образ жизни мать и ребят учат вести правильные переговоры это экология безусловно и это ну это скажем то что есть на сегодняшний день я так понимаю что этот список не к ну пока такой а потом да можно рассмотреть другой кстати пока же движение только начинается на чем-то это будет ну тренировки что называется может появится какие-то другие направления я сделаю небольшую паузу напомню вам что речь идет о движении первых безусловно что ребят немножко волнуется потому что мало тоже движение 1 конечно бедные отвечать должны за это но еще раз говорю что действительно в основе лежит попытка помочь совсем юному человеку который потом становится уже молодым а все-таки идти в каком-то правильном направлении прежде всего для себя прежде всего для себя а потом для общества вот с этими мыслями мы делаем небольшую паузу нашей программе напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим о движении первых у нас в студии люди которые примет непосредственное отношение к этому движению молодые совершенно люди а уже с какой опыт главный специалист организации работы российского движения детей и молодежи движение 1 городском округе люберцы елизавета васильевна и васильева а из это львовна васильева и специалист по организации работы движения 1 городском округе люберцы антон вячеславович ванеев приятно же ведь в таком возрасте вас по имени отчество называют но сейчас говорим о серьезном потому что не может движение быть без тех кто его создает иногда сверху создают иногда снизу создают но все равно появляется так называемый актив который над этим работают кто сегодня входит в актив нашим городском округе люберцы этого движения кто эти люди спасибо очень актуальный вопрос мы буквально на этой неделе провели школу актива первых собрали самых активных самых топовых ребят в школы да у нас было три направления для для детей это было направление медиа направление событийного особо сильно организации мероприятий и направление детского лидерства то есть мы отбирали прям самых заряженных самых замотивированных ребят они приехали действительно остались конкурс какую-то да это было закрытое мероприятие на него нельзя было попасть просто так это было такое шеклуарное мероприятие ну как на 150 человек вот но такое небольшое и туда был отбор то есть как фестиваль какой-то да ребята обучались у них было два дня первый день был немножко теории практики второй день был полностью практически они командовали и практика чего теория то что они учились по своим направлениям например приехала к нам вот нас 30 первичных отделений из каждого первичного отделения приехала по три представителя по трем направлениям и у нас собралась команды медиа и учились сначала сначала команд образовывались чтобы познакомиться друг с другом а потом учились тому как правильно создавать например там вот у них был кстати про телерепортаж занять их учили как правильно все это готовить актуальная а виталий макрушин нет я не приглашали спикеров спитой специалисты специалисты которые конечно эксперты да в своей сфере вот ребят конечно остались просто в восторге величайшим потому что им это было полезным это было нужно и не теперь в восторге и победители те кто проиграли остров все все конечно а победили один был команды победила команда команда команды победители что становится активом до или как они так тем стали все то есть они вот получили знания дальше вернулись свои первичные отделения и будут начали распространить города да понятно антон то есть правильно понимаю что такой коллегиальный подход командная работа когда есть ребята каждый все ну по себе личность уже до который сам может там заводить лидер да а тут еще все лидеры собираются вообще какой-то такой конгломерат получается и вы выбираете и подсказываете как сделать так чтобы это лидерство в правильном русле направить верно да все так а где вы ищете этих спикеров вы как-то с ними договариваетесь или вам помогает в этом плане ваши вышестоящие органы во первых у нас естественно эта помощь от вышестоящих органов также нам еще помогает управление по работе с молодежью надежи михайловна высакова была у нас здесь гостя вот но также еще свои какие-то знакомства но у нас есть же до до движения первых мы работах до разных организациях тоже работали иногда их так что-то скрывать на самом деле все нормально везде че где-то начинает не был там не было же тогда движение первых у вас уже опыт есть там есть наработанные тоже люди профессионалы своего дела которые тоже вам помогают еще вот такой вопрос что очень важный момент это профессиональная ориентация дело то что я и себя помню да и сейчас у многих можно детей спросить кем ты хочешь быть в первом классе он хочет быть таким в пятом классе он хочет быть таким восьмом классе он таким а в десятом он может вам скажет я вообще пока никем не хочу быть не трогайте меня сложный возраст вот это понимаю что профориентационная работа я ведется и как она ведется да да я отвечу на этот вопрос профориентационная работа в наши дни очень важна поэтому по этому вопросу мы в контакте с вузами с узами которые находятся на территории городского округа любит также мы в контакте с предприятиями многими то есть вы можете например до мочь какому каким-нибудь ребятам там практику пройти или даже поработать да если законодательство разрешает или но это в будущем это в будущем может быть да мы пока что ограничиваемся только экскурсиями на эти предприятия показываем ребятам о том как как какие профессии работают чтобы ребята но опять же они же они же выбирают направление в ваших активностей исходя из того что если например человек хочет заниматься экологическими проблемами логично их сводить какую-то экологическую лабораторию какой-то завод который там купил не знаю как это экологическое устройство для очищения поэтому то что школа в общем-то по идее тоже должна делать но как правило на это нет время надо договариваться и так далее вы тут приходите на помощь берете за руку и этот отряд идет и смотрит или например но насколько я понимаю человек хочет быть или то есть он лидер но у него пока нет выбора вы ему говорите ну сходи туда 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 посмотри потом выбери активность как кстати сразу надо активность выбирать или можно подумать ну можно конечно подумать ребят всегда есть во-первых они могут выбрать их все например часто различных направлениях мне сегодня интересно одно завтра и другое после автор если успевают то почему да конечно если он часто то многих активность к таком брат хорошо как раз право ориентация тоже здесь так работает он попробовал себя в этом в том понял тут моего тут не очень поэтому да конечно можно у всех и нет к уж только в одной и вот двигаемся до конца а у вас какая профориентация себя у тебя сейчас спросил вот пришли бы так и сказали я хочу вот в этом направлении вот если так отключить или вы уже в направлении управления идете но это же нормально да у нас же есть конкурс там 100 лидеров россии например да лидер человек который становится но руководителем он в принципе может руководить всем чем угодно если ему всю водную информацию да правильно вот об этом я тоже да и солидарен понятно хорошо еще такой вопрос кроме значит какого-то рассказа разговора о том что такое движение появилось какая-то атрибутика сейчас вырабатывается какая-то наглядная агитация какие-то вы дарите может быть я не знаю подарки вижу что вы без галстука входите хотят некоторые организации да у вас значки вот как это работает потому что и кстати как вы представлены в социальных сетях потому что молодежи там живет у нас есть группа вконтакте сейчас она прям активно набирает обороты называется движение первых люберцы можно и можно в него даже не будучи прямо вот еще пока она может подписаться следить там наблюдали новостями что же там такое происходит интересно вот сейчас у нас так как все начинается мы работаем над этим сейчас будем активно выполнять группу контентом насчет представления ну да во всех площадках всех площадках мы стараемся быть представлены чтобы ребята знали что есть такая возможность и максимально были вовлечены чтобы они что мы в первую очередь вы заинтересованы в том чтобы дети имели все эти возможности для реализации своих идей там планов так далее мы открыт но вот важно сейчас личный контакт потому что вы ходите по школам одно дело когда вы пришли в класс да или там не знаю в актовом зале всех собрали вы рассказали тоже тоже выступление это практически нужно подготовиться сделать презентацию до какую-то привлечь внимание а другое дело это когда люди читают это в социальных сетях две больших разницы то есть так ваш коль от школы к школе ходите и кстати тут же нужно и не бояться этого потому что дети же они разные бывают да это вы еще и учительская с работой занимаетесь антон вам приходилось такое выступать в школе нет это первый для меня опыт 1 а вам да я педагог с трехлетним стажем ну вот это уже хорошо подготовит тогда ребят вот которые ну скажем вот тоже как специалиста которые должны вот нести это движение у нас а мне кажется они в первую очередь должны быть заинтересованы то есть они должны искренне хотели хотеть любит тогда легче так и в любой работе если ты любишь свое дело ты будешь идти и гордо ярко о нем заявлять конечно ты будешь мотивировать людей своим примером они просто сдвое потянутся потому что вот видишь насколько ты воодушевлен скажет о я тоже так хочу и конечно ну да как говорят у нас дурной пример заразить в данном случае мы хотим чтобы был хороший пример заразителя но у нас остается одна минута для того чтобы мы рассказали как можно стать участником движения первых и чтобы родители знали и дети знали куда обращаться и чего там надо заполнять разрешения какие-то да самое главное это зарегистрироваться на сайте будет движение . рф также можно обратиться за помощью в своей школе к учителю куратору первичного отделения случае если какие-то будут вопросы либо технический сбой уже можно обращать обратиться на этом же сайте напрямую в техническую поддержку но все дети сами все заполняют сами все знают они папу с мамой то должны ставить в известность до 14 лет обязательно должны потому что то есть вот ребенок написал вам вас должно быть согласие родители до до 14 лет законы представители должны дать а после 14 я уже сам принимал да а как выйти можно из вашего как-никак обратить вот молодцы хорошо ответили я думал сейчас на пока они проработаны вошел уже потому что не хочется выходить вот так еще можно ответить ну и я так понимаю что все только начинается я желаю вам удачи несите как это добрая вечная разумная и когда чуть-чуть уже вы как это окрепнете приходите еще приводите уже самых ваших эффективных вот ребят этих лидеров будем продолжать наблюдать за движением хорошо напомню что в студии у нас были главный специалист по организации работы движения 1 городском округе люберцы елизавета васильева и специалист по организации работы движения 1 городском округе люберцы антон ваннеев это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и 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